Всем доброе время суток, наконец-то этот день настал, наконец-то я дома, наконец-то я в Ак-Тубе. И сегодня, как вы уже поняли по названию видео, я хочу с вами поделиться историей о том, как я пересекал границу между Казахстаном и Россией. Также расскажу нюансы по пересечению. Я думаю, в нынешнее время это будет актуально, так как границы буквально недели две назад только открыли. Ну давайте начнем. Начнем мы с цены на билеты. В принципе, если вы едете из Ак-Тубе в Оренбург, то билет стоит 5500 тенге. А если вы едете из Аренбурга в Ак-Тубе, то цена билета составляет 1300 рублей на российском автобусе. Теперь давайте перейдем к документам. Для пересечения границы между Казахстаном и Россией, если вы едете из Казахстана в Россию, то достаточно всего лишь наличия паспорта, либо удостоверения личности. Если вы едете из России в Казахстан, то достаточно паспорт, также паспорт, удостоверение личности. Ну и для граждан Казахстана также возможен загранпаспорт, если вы едете из России в Казахстан и наоборот. Но одно условие, если вы едете из России в Казахстан, то наличие ПСР-теста обязательно. Но если вы едете из Казахстана в России, то ПСР-тест не обязателен, он не нужен. Также из нюансов это то, что сейчас очень тщательно проверять сумки, но я думаю, это хорошо, это обезопасит нас, это делается все для нашей безопасности. Также из интересного, что я уяснил, это то, что в принципе очень много фур. Если вы вот, когда я выезжал с казахстанской границы, точнее въезжал в Казахстан, при въезде в Россию стояло очень много фур. Стояли фуры и наши были, и российские. Интересно, с чем это связано. Стояли прям километровые очереди из фур. Если вы знаете, с чем это связано, то пишите свое мнение по этому поводу в комментариях, если вы что-то знаете. Будет очень интересно почитать, с чем это связано, повторюсь. Также из интересного, что я уяснил, это то, что очень большие очереди на именно пункте контроля ПСР-тестов. Это, конечно, очень неудобно, нужно что-то с этим решать. Так, руководство таможни на заметку. Также из интересного, это то, что ПСР-тест необязательный, если вы вакцинированы. Если у вас есть паспорт вакцинации, паспорт вакцинации дается, если вы сделали две дозы вакцины. Вроде пропускается, допускается вакцина спутник 5. Ну, в общем, вроде как-то так. В принципе, что-то важное сказал. Теперь буду также пилить для вас контент, как можно больше полезного и интересного, так как я снова дома, снова в октюбе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрите меня. Еще раз скажу спасибо за ваши комментарии. Мне очень приятно, когда я их читаю. Вам всего хорошего и всем хорошего дня. Спасибо, что смотрите меня.